В эфире Рыбакауфа. Мы вещаем из отеля «Широтон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Собственников жилья в многоквартирных домах могут обязать платить за защиту от терактов. Требования к такой защите представил Минстрой России. Установка дополнительного оборудования по новым правилам может обернуться новой строкой в квитанциях за услуги ЖКХ. По замыслу авторов, все многоквартирные дома будут разделены на три категории с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также масштабы их возможных последствий. Определять категорию дома, а также проверять выполнение антитеррористических мероприятий будет специальная комиссия, в которую войдут представители Нацгвардии, МЧС и представители управляющей организации дома или товарищества. Мысль хорошая, но. То есть понятно, что есть некое реагирование со стороны государства на те вызовы, которые бросает нам жизнь, но с другой стороны, та методика, которая предлагается данным законопроектом, она отчасти не работоспособна изначально и, во-вторых, она охватывает действительно слишком малый круг тех заинтересованных лиц, которые должны по-большому в этом проекте участвовать. В отношении каждого дома в соответствии с присвоенной ему категорией установят перечень мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищенности. Например, может потребоваться ограничение доступа в подвалы, на крышу и чердак многоквартирного дома, а также информирование жителей о способах защиты и порядке действий при угрозе в совершении теракта. Должников по ипотеке могут освободить от исполнительского сбора, который они обязательно обязаны оплатить, если дело дошло до судебных приставов. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Данную меру законодатели предлагают распространить на участников госпрограммы поддержки заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время исполнительский сбор составляет 7% от суммы долга, и иногда эта цифра достигает нескольких миллионов рублей. Получается, должник лишается и квартиры, которую банк продает за долги, и существенной части денег, которые должны отойти к нему после выплаты всех долгов. Между тем, Башкортостан в лидерах по сумме ипотечной задолженности среди регионов Приворского федерального округа. Наряду с Татарстаном жители нашей республики задолжали кредитным организациям по данным на май этого года 144 миллиарда рублей. Первое чтение законопроекта в Госдуме намечено на сентябре. Сотрудники Следственного комитета по республике Башкортостан предъявили обвинение заместителю председателя Президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшину в использовании заведомо подложного документа и коммерческом подкупе. По версии следствия, в сентябре 2008 года обвиняемый с целью назначения на должность помощника мирового судьи предоставил в отдел кадров Минюста заведомо подложную трудовую книжку на свое имя, в которой содержалось недостоверное сведение о стаже работы по специальности юриста. Кроме того, весной 2018 года обвиняемый якобы решил получить в качестве коммерческого подкупа денежные средства в сумме 250 тысяч рублей от мужчины, желающего стать адвокатом. За эту сумму, считают следователи, Фарукшин должен был посодействовать в получении адвокатского статуса. Вскоре обвиняемый был задержан с поличным при получении от посредника первой части коммерческого подкупа 100 тысяч рублей. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. Сейчас на прямую связь со студией РБК Уфа выходит ведущий специалист Роскомс на банка Юлия Гемаева. Юлия, здравствуй, тебе слово. Добрый день, Олег. В день уплаты налога на прибыль российский рубль предпринимает попытки продолжить тенденцию на укрепление. Так, к доллару США рубль подрастает на 0,15%. Торги в паре проходят по курсу 62 рубля 72 копейки. Евро торгуется без изменений на уровне закрытия пятницы – 73 рубля 25 копеек. В отсутствие какого-либо значимого новостного фона российский фондовый рынок открывает неделю с незначительного роста. Ключевые индексы московской биржи синхронно подрастают на 0,2%. Так, индекс московской биржи подрос до отметки 2297 пунктов. Индекс РТС котируется на текущий момент по 1154 пункта. Обыкновенный выпуск акций Башнефти прибавляет 0,95% и пользуется спросом по 2019 рублей. Привилегированный выпуск без изменений последней сделки проходит по 1632 рубля. На рынке нефти участники торгов заняли выжидательную позицию. В последний день месяца ожидается исполнение контрактов на поставку нефти. Изначимых колебаний цен с высокой вероятностью ожидать уже не стоит. Нефть Сорта Брент подрастает на 0,1% до значения 74,40 доллара. Нефть Сорта Лайт подрастает на 0,52%. Текущая котировка 69,40 доллара. Олег? Спасибо, Юлия. На прямой связи со студией РБК ОФА была ведущая специалист Роскомсно-банка Юлия Гемаева. И на этом пока все. Далее смотрите новости компаний.